Плетаю ленту в сеть, вот в эти ячейки. Камуфляжное полотно длиной почти 6 метров плетут волонтеры вместе с сотрудниками редакции газеты «Знамя труда». Журналисты «Знаменки» рассказывали на странице газеты о труде штаба помощи военнослужащим. При недавней встрече с ними выяснилось, что не хватает рук, и сотрудники редакции решили помочь не словом, а делом. Почему-то есть такая тенденция, что меньше желающих приходит, и мы решили присоединиться, помочь и посмотреть на собственном опыте, как это происходит. Полученный опыт показал, что плетение маск-сетей – занятие сложное. Довольно непросто, потому что руки устают, но в целом внутри ощущение, что ты какой-то все равно вклад вносишь, в том числе и свой, в приближение победы. Татьяна Шамбер оказалась в числе активистов не просто так. Год назад она проводила близкого человека в зону боевых действий. Личные мотивы собрали в штабе и волонтеров, которые теперь знают, что ткань для покрытия теплиц подходит не только для огородных целей, но и для камуфляжных. А помощь журналистов, редакторов и верстальщиков понадобилась, чтобы сплести новые осенние сети. Вот как листва, старые листва, в общем, как это и, как падшие листва, вот двухсторонние, вот уже светлые, ну и коричневые, как это ветки дерева. В общем, мы делаем осенние сети сейчас. До этого летние делали, ярко-зеленые. Необходимую ткань волонтеры получают в больших бобинах. Для имитации травы и листьев ее разрезают на ленты. По такому же принципу здесь плетут и нашлемники. Штаб Мегасети за год отправил в зону боевых действий больше двух сотен маск-сетей и нашлемников. Елена Баурель, Нурзалятов, Новость Юга Востока.